приветствую вас друзья в этом видео расскажу вам про тяжелые огнеметные танки разработчики сами себе позадавали вопросы и поотвечали здесь всего лишь парочка интересных наличным на мой вкус но для полноты картины расскажу про все вопросы ответы поехали для чего вводятся тяжелые огнеметные танки прежде всего это новый геймплей для тяжелых танков в американском танкостроении действительно были прототипы подобных танков которые позже как все мы знаем даже активно использовались ну да все знаем следим активно за американскими огнеметами мы решили добавить особенности этих боевых машин в нашу игру чтобы в мире танков было как можно больше разнообразных и интересных механик с интересностью я бы поспорил зажимать просто кнопку по врагу в силуэт это очень интересно следующий вопрос какая будет дальность выстрела огнемета но мы это уже знаем тестируется сейчас 100 метров и 200 как я и предполагал 100 метров это для ближнего боя и хорошо бронированных целей а 200 метров для дальнего боя и подвижных целей также рассказывается что тяжелый огнемет не будет накладывать оглушение честно говоря я не понимаю оглушающий огнемет и не оглушающий огнемет который стреляет огнем но один почему-то оглушает другой нет невероятная фантастика вот наверное один из самых интересных вопросов а как насчет производительности оптимизации и fps как эта механика будет реализована на слабых устройствах ответ поскольку мы не планируем изменять минимальные системные требования сейчас активно ведутся работы по оптимизации этот процесс идет параллельно с разработкой и адаптации механик то есть они только работают с оптимизацией получается то что есть сейчас это не полностью оптимизированные огнеметы как я и предполагал они по-прежнему еще накаляют наши компьютеры но надеюсь что-то там пофиксит иначе будет очень прискорбно вопросик изменится ли тип механики у введенных в игру огнеметов или эта механика может быть реализована для машин разных классов механика огнемета может быть добавлено танком любого типа новая ветка огнеметных танков относятся к классу тяжелые танки и обладают ролью тяжелые танки поддержки как т-57 хэви амх 50b и т.д тип техники в объекта 156 о и xt-130 не будут изменен это чё эти огнеметы будут балансить напротив барабанных тяжей вопрос дальность выстрела огни смесью будет одинаков для всех танков ветки или этот параметр будет зависеть от уровня техники дальность выстрела будет одинаковый на данный момент нет планова по изменению дальности сколько урона будет наносить огни смесь пока рано говорить про конкретные цифры техника сейчас тестируется специалистами по балансу ёп твою мать специалисты у нас в игре есть специалисты по балансу они существуют у меня очень много вопросов к этим специалистам ухо слово-то какое смешное специалисты по балансу эти специалисты по балансу случайно не находятся по соседству с отделом специалистов по картам все что мы можем сказать на данный момент параметры урона будут соответствовать другим тяжелым танкам поддержки с классическими механиками то есть грубо говоря с барабана аниметы будут сносить примерно полторы тысячи хп судя потому что их сравнивать с т-57 хэви и 50b какая будет траектория выстрела огнесмесью благодаря высокой скорости полета огнесмеси траектория будет более пологой чем у огнеметного коллеги из ссср какие будут показатели брони у огнеметных танков броня будет достаточно для того чтобы в ближнем бою танки мгновенно не умирали охрененный показатель прям толщина овощи а отпадная что будет с критуемостью бака огнесмеси критуемость будет такая же как и у всех какое будет прицеливание у тяжелых огнеметных танков будет аркадный прицел как у всех и снайперский будет ли возможность отключить визуальные эффекты от огнесмеси полностью отключить нельзя будет поскольку это часть игрового процесса жарится на огоньках на рыжей струе прогреваться это конечно часть игрового процесса тут я согласен однако эффекты огнесмеси на более низких настройках графики будут выглядеть гораздо проще чисто струйка будет такая лайтовая следующий вопрос будет очень интересный поэтому соберитесь наберите воздуха в грудь будьте готовы прокачка огнеметных танков будет доступна по механике раннего доступа или это будет классическая прокачка ответ в планах исследование новой ветки при помощи механики раннего доступа а затем перевод на классическую модель прокачки как же зашла разрабам это модель раннего доступа ведь там можно тратить голду которую можно не тратить при прокачке просто когда ты качаешь обычную ветку но есть зажиточные танкисты у которых нет времени или терпения и они вкидывают кучи золота чтобы сразу танчик получить как же можно обойти стороной и эту ветку обязательно запихнем ее в ранний доступ я думаю теперь все ветки будут там ведь это такая замечательная возможность но с другой стороны тут как бы есть возможность получить на халяву за простейшие задания кучу танков которые даже если вам не нужны вы можете с легкостью продать получить кучу серебра за задачи тоже получить какой-то там барахло то есть с другой стороны они как бы и берут но и дают неплохо такой бартер разрабы получают с нетерпеливых богатых танкистов зои то а остальные получают на халяву танчики простые задачки ресурсики и так далее поэтому тут как бы и жаловаться имеем ли мы право или не имеем напишите в комментариях я как бы вообще никогда не был против чтобы разрабы зарабатывали главное чтобы игра была интересная с интересными боями с интересным геймплеем механиками и так далее но когда они творят дичь это не очень хорошо вот в этом моменте как будто бы ну и нормально хочешь потратить золото потратить час не хочешь докачай ветку позже в любом случае ты на халяву получишь большую часть ветки вроде как бы нормально наверно следующий вопрос если в игре появится ветка исследуемых огнеметов то какой смысл а точно такого же огнеметного танка в рамках компании лбз новые горизонты или у призовой техники будет какая-то особенность акционный танк тф2 кларк будет отличаться от исследуемой ветки схемой брони и характером стрельбы не стрельба будет характерно такая злая злая а у этих огнемета у ветки прокачки добрая будет стрельба но ответ конечно такой себе жиденько как-то я бы даже сказал пресненько будет ли в составе ветки премиумный танк 8 уровня на данный момент таких планов нет однако в будущем он может появиться чай чертежики на салфетке нарисуются и танчик появится возможно они сначала подождут и посмотрят насколько эти танки зайдут если они будут всех бесить и жопа будет гореть ярко-ярко то огнеметного прям танка не будет если танкисты прям кипятком будут усыкаться и кричать давайте нам сюда больше огнеметов то я думаю там и прям танки посыпятся и все остальное ну и последний вопросик почему ветка огнеметных танков будет относиться к нации сша они ссср нелогичнее ли продолжить линию огнеметов советского происхождения после добавления в игру двух советских огнеметных танков в мире существовало огромное количество огнеметных танков появление в игре подобной техники в нации ссср и сша никак между собой не связаны тем более что игровой процесс советских и американских огнеметов будет существенно отличаться если посмотреть на огнеметные танки которые были там пять танков великобритании шесть танков германии два танка у италии десятки танков у ссср 4 танка сша и один танчик у чехословакии также в плане количества советских огнеметных танков было очень много единственное что у великобритании был какой-то черчилль крокодайл их было 800 штук но у советских принципе если посмотреть там целая пачка каких-то разновидностей xt потом всякие бт-7 бт-5 бхм-2 кв-8 кв-8s а т-54 объект 483 а т-55 т-62 короче я так понимаю просто ставили огнеметные пушки на те танки которые вот уже были всякие бт-3 т-34 т-34 с 5 квас и 55 кишся двойки вся четверки больше всего было от 34 1170 штук это я так понимаю просто т-34 только огнеметный а вот американцы там всякие стюарты шерманы м-48 тоже просто туда огнеметные пушки воткнули а вот та ветка которая у нас появится в игре это как обычно какие-то там чертежей концепты разработки то что перечислял я это то что прям там делалось огромными партиями а вот это это что-то там какие-то на рисуночки в общем такие дела пишите сомнения в комментариях сам бы варочка играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока